Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 июня и казалось бы, вот некоторые из нас только-только высадили свои томаты, они еще выглядят такими свеженькими, зелененькими, но каждый из нас уже думает о том, что возможно через какое-то время где-то в каком-то части огорода у нас появится фитофтора. И поэтому со средины июня я сейчас уже начну рассказывать о фитофторе так как тема очень объемная, большая. Я вот план написала, будет несколько выпусков. То есть первый будет фитофтора причины возникновения, потом фитофтора профилактические обработки, которые очень важны, даже важнее, чем лечение. Потом профилактические меры, это не обработки, а вот это наше, вот то, что мы листья обрезаем, то, что в теплицах, вот это проветривание. Вот это тоже все ведь профилактика фитофтора у нас идет. Потом в следующий выпуск хочу снять обзор химических фунгицидов, то есть более резких, агрессивных. Потом фитофтора народные средства. Некоторые бывают, что пользуются только народными средствами и с успехом. Потом фитофтора биофунгициды, это то есть более мягкие фунгициды, фунгициды, которые натуральные, но которыми обрабатывать нужно чаще. И фитофтора будет выпуск график обработок, и фитофтора какие средства кому выбрать. Потому что, вот смотрите, я вам сейчас объясню. Мы, все огородники, сейчас при освещении темы фитофторы, мы условно можем все разделиться на две группы. Первая группа, это будут те, у которых фитофторы бывают очень редко, и которым, возможно, вот эти химические фунгициды не нужны. Они будут обойдутся только профилактикой, только обработкой биопрепаратами, возможно, народными средствами. Это вот они, к ним же присоединяются те, у которых фитофтора все-таки бывает, но которые агрохимией не хотят пользоваться, и все равно стараются использовать или биофунгициды, или народные средства, или различную профилактику другого вида. Это все я потом расскажу. Вот это первая группа, которые одним не нужны фунгициды химические, а другие просто не хотят их использовать. И вторая группа, это те люди, у которых фитофтора бывает часто, почти ежегодно. И она не зависит от того, ну как они ведут свой огород, а зависит, скорее всего, от района, от региона. Потому что есть некоторые области, вот с туманами, с какими-то вот с такими сросами, все-все вот эти неблагоприятные факторы, которые однозначно всегда, каждый год вызывают фитофтору. И многие зрители пишут, что у них нет даже ни одного года, чтобы не было фитофторы. Вот эти, конечно, все эти огородники у нас входят в ту группу, которым без вот этих химических фунгицидов невозможно будет вырастить, получить урожай, потому что только они не только сдерживают, но и вылечивают те кусты, которые заражены фитофторой. Если вот сейчас приходят вопросы, когда начинать бороться с фитофторой, как бороться с фитофторой, я уже в прошлом году писала, что профилактические меры мы уже начали давно. Это мы и протравливали грунт рассады, потом протравливали семена. Все же это делаем мы только для того, чтобы не было фитофторы. Потом вот обрезаем, например, в теплице нижние листики, которые в земле закопаны. Тут тоже в открытом грунте обрезаем нижние листики. Это все у нас уже началась профилактика фитофторы. Я сейчас вот начну, постараюсь хотя бы в день по одному выпуску снимать, потому что очень-очень разные ситуации, как я уже говорила. Для одних огородников, например, будет достаточно только профилактических обработок, а другим нужно уже сейчас, у кого особенно в прошлом году, если была фитофтора, даже если они обработали грунт, все это сделали, все равно им придется начать уже более резкие обработки. И вот я потом сейчас покажу на пачке. Там вот на пачке с томатами, может быть, вы обращали внимание, написано, что даже рассаду в фазе 4-6 листиков, если есть риск возникновения фитофторы, то нужно уже обрабатывать вот этими медь содержащими, пом, ордан и другие, которых некоторые огородники боятся, но бояться их не стоит, потому что есть некоторые районы, регионы, где без применения этих препаратов получить невозможно. Вот эта фитофтура, она съедает все, все плоды черные, весь этот наш труд, вот что мы зимой выращивали рассаду, что высаживаем, что сейчас поливаем, пропалываем, оно может моментально, вот придет вспышка фитофторы, съест все, начинается с листьев, которые касаются земли, листья, потом стебли, потом плоды, и иногда бывает, что так быстро все происходит, если профилактики не делать, люди не успевают обработать, все чернеет. Фитофтора тема очень это такая серьезная, я вот сейчас сниму камеру со штатива, покажу средства, какие нужно приобретать тем, у кого есть риск возникновения фитофторы, и потом уже буду про каждый случай говорить отдельно. Как огородники делятся на две группы, которые вот в группе риска, и которые могут обойтись профилактическими обработками, так и со средства у нас тоже делятся на две группы. У меня вот есть специальный такой контейнерок, в котором хранятся средства борьбы с фитофторой. Есть ли фитофтора, нет ли фитофторы, я всегда все равно покупаю, и чтобы было на запасе, чтобы в тот же самый день, когда только у меня подозрение на заболевание, можно было обработать. Я вот сегодня перебирала их, смотрела, вот даже с 17-го года лежит неиспользованный, пусть лучше они лежат. И вот когда я говорила, все мы делимся на две группы, у кого нет фитофторы, и кто просто делает профилактические обработки, те, возможно, обойдутся, я потом про каждую буду отдельно рассказывать, тем, возможно, обойдутся обработкой триходермы, или вот в том году рассказывала гомоир и аллерин, еще есть какой-то фитоспорин, которые уже мы с самого начала начинаем при высадке поливать лунки. Это в том случае, если у вас вспышек фитофторы не было вообще много лет, и если у вас никаких подозрений нет, можно обойтись и вот этими. Более сильные это вот медь содержащие, которые хомбардовская, вот тут у меня есть профит голд, тоже оказался аж с 17-го года болтается. В прошлом году я не использовала ни один вот такой пакетик, потому что, ну, все обошлось. Ордан очень хорошее средство. И вот эти средства, которые медь содержащие, они очень помогают тем, кто живет в регионах именно со вспышками фитофторы, но и они тоже разделяются на две группы. Если бордовская смесь, она считается как контактной, и вот ее надо опрыскивать все листики с наружной, ну, с нижней стороны, с верхней, и она действует, ну, как, может подействовать только в том месте, где она попала на лист, то есть контактная, вот попала на листик, там она и предохраняет в течение какого-то времени, то есть препараты, которые именно проникают вглубь растения, и они могут не только, ну, как, не только прижигают вот эти грибки, они еще и залечивают те места, которые уже повреждены. Но это нужно о каждом препарате говорить отдельно, я сейчас кучей с копом, конечно, не буду говорить. Это вот такой вводный видеоролик. И вот то, о чем я вам говорила, что тут написано на пачках даже, может быть, вы не обращали внимания, что при необходимости защиты от фитофторы рекомендуется проводить профилактические обработки томатов препарата Мордан. Первое опрыскивание в стадии 4-6 настоящих листьев, последующие с интервалом 70 дней. Это значит, что если у вас была фитофтора, если вы живете в районе, например, с риском фитофторы, то нужно делать опрыскивание регулярно. И вот на таких ранних стадиях, когда еще у нас нет спелых томатов, когда мы не употребляем, не нужно бояться этих опрыскиваний, у них есть период ожидания, вот тут написано за 20 дней до начала сбора плодов. У нас еще июнь, до начала сбора плодов нам очень далеко. И если вы живете вот в таких районах, о которых я говорю, начинайте делать профилактические опрыскивания, не дожидаясь начала болезни. Все знают, что профилактикой заниматься намного легче, чем потом вылечить, когда уже заболевание придет. Все, я вот этот видеоролик удлинять не буду, потому что нужно говорить о каждом случае отдельно. Буду говорить о обработке вот такими простыми биопрепаратами, которые, они безвредные, но и действия у них намного слабее. И если у вас уже заболеют растения, то фитоспорином вряд ли вы сможете вылечить. Придется вот такими все-таки более жесткими фунгицидами лечить, медь содержащими. Каждый случай буду рассказывать в отдельном видео. Все, до свидания. Это было вот начальное вводное про фитофтору, про то, что ситуации у нас у всех разные. Кому-то достаточно будет профилактики фитоспоринового опрыскивания, а кому-то придется медь содержащими обрабатывать весь сезон регулярно и постоянно. Это там, где фитофтор у вас частый гость.